Согласно историческим данным, триколор придумал сам Пётр I. В указе от 31 января 1705 года царь велел поднимать бело-синий-красный флаг на всех торговых судах. Однако за несколько веков главный символ менялся несколько раз. Современный же вариант появился в начале 90-х годов XX века. «Вот такое наследие получила от последнего русского царя Россия современная». Несмотря на то, что праздник этот государственный, выходным днём 22 августа не является. Однако, если речь идёт о любви к своей стране, даже в рабочий понедельник есть место для праздника. И подрастающее поколение уже точно знает, насколько важен этот символ для страны. «День государственного флага – это очень важный праздник, потому что государственный флаг, он многого стоит. Его делали люди всей душой». «Главное, что есть в нашей стране – это флаг. Он, как каждый цвет, характеризует нашу страну». «Это флаг нашей страны, и мы очень любим свою страну». Для города Сочи с его постолимпийским наследием день государственного флага сегодня имеет особое значение. Ведь именно благодаря зимним играм два года назад весь мир смог увидеть Россию с её неповторимой культурой и самобытностью. «Единый патриотический символ, флаг России – это то, что объединяет нас. Это, безусловно, большая гордость за страну. Это большой праздник на самосознание нашей государственности, нашей многонациональности, нашей многокультурности». К слову, на курорте в мире и согласии проживают более сотни разных национальностей. И, несмотря на все различия, именно флаг России является свидетельством того, что все мы – одна большая страна.